Пока школьники отдыхают, строители усердно трудятся, чтобы уже потом, в новом учебном году, дети также ударно работали на уроках в новых школах. В Одинцовском округе станет больше сразу на шесть образовательных учреждений. Это не только школы, но и детские сады. Они возводятся как за бюджетные средства, так и за счет инвесторов. В Немчиновке работы уже почти завершены. Строительная готовность на сегодняшний день 99%. На площадке задействованы 25 человек. На сегодняшний день практически все готово к предъявлению Государственного строительного надзора. В августе готовимся ввести в эксплуатацию. Завершается строительство и школы в Горках-Вторых. На финальном этапе чистовая отделка, обустройство стадиона и благоустройство территории. 1 сентября образовательное учреждение начнет свою работу. А вот откроют ли двери для учеников вовремя школы в Заречии? Пока вопрос. Продолжаются работы по отделке, по благоустройству. Срок сдачи школы по договору инвесторам 3 квартала 2024 года. Конечно, мы ускоряемся к 1 сентября. Глава округа подчеркнул подрядчик о возможном смещении срока, не уведомлял. Более того, шел с опережением. Поэтому в ситуации лучше разобраться на месте. Кроме того, необходимо детально проработать вопрос транспортной доступности новых школ, чтобы и детям было безопасно до них добираться и не нарушить комфорт местных жителей. В первую очередь это касается Немчиновки и Горок-Вторых. Поэтому я бы провел вместе с вами комиссию по безопасности дорожного движения и пригласил бы наших коллег из Минтрансов, чтобы они тоже в этой комиссии участвовали, потому что здесь нам только своими силами, боюсь, не справиться. Нужна помощь и поддержка со стороны и либо Минстроя, либо Минтранса. 1 сентября также откроются сразу три детских сада, два в ЖК Семейный и один в Одинцово-1. В общей сложности это даст округу 320 мест. Василиса Ивашкина, Андрей Безуглов, телекомпания Одинцова.